Здравствуйте, уважаемые коллеги! Данный видеоролик разработан с целью поддержки внедрения обновленного содержания образования в 9 классе по предмету биология. Предложенные рекомендации охватывают реализацию цели обучения во второй четверти. Целью учебной программы по предмету биологии является формирование у обучающихся системы знаний о многообразии органического мира и закономерностях и процессах, протекающих в нем. Во второй четверти продолжается изучение основных процессов живых организмов, изучаются новые разделы и формируются навыки применения знаний из разных областей биологии в объяснении процессов живой природы. Учебный материал второй четверти изучает три важнейших процесса, обеспечивающих существование живых организмов и охватывает три раздела – дыхание, выделение, координация и регуляция, биофизика. Всего 16 целей обучения для изучения в течение 15 уроков и один урок отводится в конце четверти на проведение суммативного оценивания. В данном видео мы рассмотрим рекомендации по эффективному достижению цели обучения по двум разделам долгосрочного плана – дыхание и координация и регуляция биофизика. В 9 классе в разделе «Дыхание» изучаются анаэробное и аэробное дыхание, рассмотрение процессов анаэробного и аэробного дыхания с использованием уравнений химических реакций, эффективность анаэробного и аэробного дыхания, утомление мышц, связанное с анаэробным и аэробным дыханием, влияние физических упражнений на аэробное и анаэробное дыхание. При изучении разделов 9 класса необходимо обратиться к предварительным знаниям учащихся по каждому разделу долгосрочного плана. Например, при изучении анаэробного и аэробного дыхания вспомнить о роли кислорода для живых организмов, изученной в 6 классе. Сравнение аэробного и анаэробного дыхания с точки зрения наличия или отсутствия кислорода, статической или динамической работы, изученной в 7 классе, а также понятие о мышцах, участвующих в процессе вдоха и выдоха, изученной в 8 классе. Также необходимо использовать межпредметные связи с химией об окислении, разрыве химических связей, анаэробном и аэробном дыхании и с физикой о давлении газа, механизме газообмена в легких и тканях для формирования целостной картины мира у учащихся. Рассмотрим достижение цели обучения 9.1.4.2 рассмотреть связь между утомлением мышц и процессами анаэробного и аэробного дыхания. Достижение данной цели рекомендуется провести за 1 час. Необходимо помнить, что распределение по часам является условным и зависит от особенностей класса. Перед переходом к изучению темы урока рекомендуется ознакомить учащихся с целями обучения и критериями оценивания. Они могут быть отражены на слайде проектора или записаны на доске и помогут учащимся понять, что от них ожидается к концу урока. Чтобы активизировать пассивные знания по этому разделу, рекомендуется обращаться к информации, изученной в 6, 7 и 8 классах и к предыдущему уроку о различиях в уравнениях анаэробного и аэробного дыхания. Для владения академическим языком и терминологией рекомендуется ввести языковые цели на основе цели обучения. Ознакомление с научной терминологией в начале каждого урока и активное использование новых терминов в ходе урока будет способствовать развитию языковых компетенций на каждом этапе урока. Применение учителям заданий, требующих использования полезных выражений и терминов, будет способствовать формированию функциональной грамотности учащихся и успешной подготовке к суммативному и внешнему оцениванию по итогам изучения предмета биологии в средней школе. В начале урока на этапе вызова учащимся можно предложить составить список терминов, которые нужно отнести к аэробному и к анаэробному дыханию. Можно использовать альтернативное задание, предложить готовый список терминов и попросить учащихся распределить их в два столбца. Такое задание помогает учащимся легче включиться в изучении новой темы и использовать термины прошлого урока уже в новом контексте. На данном слайде показан примерный набор терминов и словосочетаний, которые могут быть использованы в начале урока. Далее учащимся можно предложить описание ситуаций, которые часто встречаются в жизни школьника, и попросить ответить на проблемный вопрос о том, почему нетренированный человек может в течение короткого времени обогнать спортсмену со стажем. Это поможет вызвать их интерес к новому материалу и использовать жизненный опыт, а также развить критическое мышление и навыки анализа и синтеза. Например, анализируя время наступления усталости при свободном и ограниченном потреблении кислорода можно заключить, что аэробное дыхание обеспечивает клетке большим количеством энергии, и утомление наступает позже. Далее учащимся можно предложить изучение новых знаний в активной форме. Короткий текст с новой информацией развешивается в классе на стены, шкафы, двери. Места расположения текста закрепляются за группами учащихся так, чтобы они были примерно на одинаковом расстоянии от учеников. Учащиеся должны за максимально короткое время записать в своей тетради весь текст, который им продиктуют одноклассники, но только по одному ученику от группы могут ходить к своему тексту по очереди. Каждый учащийся приходит и пересказывает как можно более точно столько слов, предложений, сколько он смог запомнить. Побеждает группа, которая без ошибок записала быстрее всех свой текст. Такой прием активизирует внимание учащихся. Они соревнуются и стараются запоминать как можно больше и точнее информацию новой темы. Также используется слуховая, зрительная и двигательная память, что будет способствовать наилучшему запоминанию терминов и речевых оборотов, необходимых в изучении темы. На слайде показан примерный текст для изучения, который предлагается учащимся. Следующий этап урока можно провести в парной или групповой работе. Для экспериментального подтверждения различного времени наступления усталости предложите учащимся использовать прищепки для белья. Нужно выбрать те, что требует усилий при сжимании или спортивные снаряды для тренировки мышц рук и сжимать их одной рукой так быстро, насколько это возможно в двух положениях. Первое. Рука свободно лежит на парте. Второе. Рука поднята над головой как можно выше. В зависимости от уровня физического развития учеников, можно дать им время от 1 до 3-5 минут. За это время они подсчитывают количество сжиманий, которые им удалось сделать в разных положениях. Один и тот же ученик должен сжимать прищепку одной и той же рукой. Можно сделать перерыв в несколько минут для получения точных и надежных результатов. Далее учащимся предлагается придумать название для столбцов и строк сравнительной таблицы для представления результатов эксперимента. Учащиеся в парах совещаются и приходят к общему мнению, оформляют результаты, вносят количество сжиманий в разных положениях. Для учащихся, которые выполняют задания быстрее, можно предложить сделать по три попытки и рассчитать среднее значение. На следующем этапе учащиеся анализируют полученные данные и делают выводы в группах. Для этого парам или небольшим группам предлагается оформить свои выводы в виде постеров или записей в тетради. Можно предложить примерные пункты, фразы или вопросы для заключения эксперимента. Они показаны на слайде. Далее учащиеся получают задание представить уст на свои выводы другой группе и объединить идеи в один общий вывод. При этом учащиеся могут не согласиться с выводами одноклассников и аргументировать свое мнение, чтобы прийти к общему выводу. Это задание способствует развитию навыков говорения, а также анализа и синтеза и поможет учащимся выстроить логические связи для выполнения заданий по итогам урока. Для учащихся, которые испытывают трудности с использованием терминологии и академического языка, можно предложить набор необходимых терминов и фраз, которые также показаны на слайде. В заключении этапа осмысления информации учащиеся могут пройти по классу и прочитать выводы другой группы, назначенной учителем или выбранной путем жеребьевки. Или выводы нескольких групп в зависимости от размера групп и количества детей в классе. Учащиеся пишут на стикерах две идеи, которыми понравились и одно предложение по улучшению результатов. Например, более точно описать роль кислорода или накопление молочной кислоты в наступлении усталости. Вернувшись на свои места, дети читают комментарии других групп и могут внести улучшения в свои выводы, если предложения одноклассников будут им полезны. Этот вид деятельности развивает навыки анализа и способствует получению новых идей учащимися, гибкости мышления и умению определять источники улучшений в своей работе. После этого учащиеся в парах получают тексты с описанием понятия кислородный долг и графики, иллюстрирующие его возникновение при анаэробных физических нагрузках. Им нужно разделить график на части в зависимости от выполненной работы или времени нагрузки и объяснить причины того, что кривая на этом этапе имеет такой вид. Учащиеся обсуждают график в парах, затем в группах и формируют общий ответ. Вопрос достаточно сложный и учащимся может потребоваться помощь учителя для формулирования правильных ответов. По итогам обсуждения учащиеся делают записи в тетрадях. В заключении урока учащимся предлагается заполнить диаграмму вена в тетрадях для закрепления анализа собственных результатов и рефлексии по итогам урока. Сравнение этих двух процессов важно для запоминания и понимания информации, чтобы в будущем учащиеся не путали аэробное и анаэробное дыхание, но смогли бы предположить, исходя из того, что существуют два типа дыхания, какой из них будет использоваться в конкретной ситуации при анализе заданий, связанных с темами разделов, рассматривающих кровообращение, движение и транспорт. Также можно предложить желающим прочитать свои мысли вслух, что поможет использовать больше идей для оформления результатов. В качестве рефлексии можно попросить учащихся продолжить предложение. Самое главное, что я понял на уроке было. Больше всего трудностей у меня вызвало. Для достижения цели мне нужно. В девятом классе в разделе «Координация и регуляция биофизика» изучаются типы и функции нейронов, функции нервной ткани глиальной клетки, миеллинизированные и не миеллинизированные оболочки аксона, синапсы и медиаторы, моделирование и изучение нервной ткани, возникновение и проведение нервных импульсов в миеллинизированных и не миеллинизированных аксонах, скорость проведения, мембранный потенциал, потенциал покоя и потенциал действия, Моделирование и изучение скорости возникновения и передачи нервного импульса Электрические процессы в живых организмах Электрорецепторы и электрические органы Механизм нейрогуморальной регуляции на примере регуляции вдоха и выдоха Сравнение нервной и гуморальной регуляции Адаптация организма к стрессу Нейрокомпьютерный интерфейс Система обмена информацией между мозгом и компьютером Механизмы поддержания гомеостаза Регуляторы роста и развития растений Лабораторная работа Исследование влияния ауксина на растения При изучении разделов 9 класса необходимо обратиться к предварительным знаниям учащихся по каждому разделу долгосрочного плана Например, при изучении механизма возникновения и передачи нервного импульса Использовать знания о функциях и строении нервной системы 7 класса И роли рецепторов возникновения нервного импульса изучены в 8 классе Используются знания химии о роли ионов в передаче нервного импульса И знания физики об электрических явлениях в нервной системе Что позволяет развивать единую целостную систему представлений об окружающем мире у учащихся В начале урока демонстрируются и озвучиваются цель обучения и критерии оценивания Цель 9.1.7.3 – описывать возникновение и проведение нервного импульса Критерии оценивания Описывает условия и механизм возникновения нервного импульса Правильно дает объяснение роли мейлиновой ополочки в ускорении проведения нервного импульса Изображает графические значения мембранного потенциала покоя и действия Объясняя события в нейроне На этапе вызова рекомендуется попросить учащихся ответить на проблемный вопрос За счет чего нервный импульс передается внутри нервного волокна И продемонстрировать одноминутную анимацию Которая иллюстрирует поток положительно заряженных ионов Во внутриклеточное пространство нейрона и из него Далее можно продемонстрировать анимацию Показывающую более детально поток ионов натрия Во внутриклеточное пространство аксона В момент проведения нервного импульса Ссылки на обе анимации представлены на слайде После этого учащихся легко подвести к мысли Что изменение заряда внутри аксона и вне клетки И есть причина того, что нервный импульс Проходит или не проходит по нейрону Тут же логично ввести понятие о мембранном потенциале Который представляет собой разницу этих зарядов Также стимулирует мышление учащихся Анализ таблицы Показывающий распределение ионов разных зарядов По обе стороны от мембраны Здесь можно обратить их внимание На наличие анионов Для объяснения отрицательного значения Разницы зарядов в нервном волокне Далее учащимся в парах Предлагается небольшой текст О природе нервного импульса Учащиеся обсуждают изученный текст И после этого пишут свой ответ на стикерах О том, как нервное волокно передает нервный импульс И вывешивают их на доску или стену в классе В конце урока к этим ответам учащиеся вернутся Далее рекомендуется познакомить учащихся с графиком Показывающим изменение мембранного потенциала В состоянии потенциала покоя поляризации В состоянии потенциала действия деполяризации И реполяризации Также вводится понятие о рефрактерном периоде Временной невозможности нервного волокна Проводить импульс Пока достаточное количество ионов натрия Не будет возвращено на наружную поверхность Мембраны аксона Для этого можно раздать группам графики С обозначенными осями И описанием участков кривой Для всех трех состояний И попросить учащихся самих достроить кривую Или раздать графики с готовой кривой И попросить сделать линии разного цвета цветными карандашами В соответствии с участками для разных состояний нейрона Например, СИ соответствует деполяризации АДИ – реполяризации Учащиеся далее получают задание создать таблицу Для описания этапов проведения нервного импульса Они совещаются в группах И вносят свои предложения О названиях столбцов и строк Далее учащимся в группах Предлагается заполнить таблицу Используя текст После этого рекомендуется группам Обменяться записями Чтобы изучить ответы других групп И определить для себя информацию Которую нужно включить в таблицу На этом этапе такой подход Даст учащимся больше различных вариантов Новых идей Для описания процессов в нервном волокне Они смогут найти и использовать Дальше удачные комбинации терминов и фраз Которые помогут успешно освоить новую тему Этап осмысления информации Можно продолжить демонстрацией анимации Показывающей разную скорость И способ проведения импульса В немиеллинизированном и биеллинизированном нервном волокне Учащимся предлагается определить В чем различие в проведении нервного импульса в двух нейронах По каким признакам они это определили Предположить какая особенность в строении двух нейронов Позволяет достигать таких отличий в скорости проведения импульса Учащимся предлагается обсудить свои ответы в группах И определить спикера Который сможет представить общую идею от группы Это позволяет делиться мнениями Совещаться и анализировать процесс проведения импульса Создавать новые идеи и принимать решения Каждая группа высказывает свое предположение И класс переходит к следующему этапу урока Учитель пока может не комментировать предположения учащихся А просто принять все идеи для последующей проверки Следующее задание на этапе осмысления Поможет учащимся понять разницу между скоростью проведения импульса В двух типах нейронов Учащимся предлагается изучить график И выявить два факта, которые показывает график Это Первое Скорость проведения импульса в немиллионизированном нейроне Ниже, чем в миллионизированном Второе С увеличением диаметра нейрона Скорость проведения возрастает в обоих нейронах Учащиеся уточняют свое предположение о том Что миелиновая оболочка ускоряет проведение импульса Для окончательного понимания Учащимся предлагается моделирование Для этого учащиеся становятся в круг И сначала моделируют ситуацию передачи импульса В немиллионизированном волокне Они берутся за руки И по очереди сжимают друг другу руки Передавая сигнал по цепочке Время передачи сигнала фиксируется Для моделирования быстрой передачи В миллионизированном волокне Каждый второй учащийся Отходит немного назад И берутся за руки учащиеся Не подряд, а через одного Передача импульса повторяется Но времени потребуется намного меньше Такой способ освоения знаний И поможет в дальнейшем легко вспомнить новый материал и выводы Так как учащиеся сами были в роли нейронов И все причины и следствия были определены ими самостоятельно Учащиеся возвращаются в группы Обсуждают ответ на проблемный вопрос О причинах ускорения проведения импульса В миллионизированных волокнах Используя информацию о строении нейрона И перехватах ранбье, лишенных миелина Учитель уточняет, что импульс скачет вдоль нейрона Это называется сальтоторным скачкообразным движением За счет того, что миелин не проводит нервный импульс Это жироподобное вещество, действующее как изолятор В заключении урока для понимания собственного уровня И проверки уровня знаний всех учащихся Они снимают с доски свои ответы о проведении импульса Написанные в начале урока И сравнивают с ними свои знания Делают выводы о главных идеях урока Также учитель может раздать пустые бланки для вопросов И попросить учащихся составить по два тестовых вопроса И один вопрос, требующий развернутого ответа После учащихся обмениваются вопросами Отвечают на них и ставят друг другу оценки Определяя, насколько достигнута была цель обучения на уроке Такой способ формативного оценивания Поможет оценить уровень понимания по сложности подготовленных вопросов И по количеству правильных ответов А также учащиеся еще раз повторят всю информацию И структурируют ее для подбора вопросов Еще одно преимущество такого способа подведения итогов в том Что учащиеся лучше понимают суть темы Определяют главное и смогут легче ответить на вопросы оценивания На следующем уроке В качестве рефлексии можно использовать таблицу, отражающую содержание урока и уровни понимания информации Попросить учащихся совместить их линиями В конце каждого урока рекомендуется возвращаться к слайду с целями обучения И просить учащихся кратко описать, что они узнали по каждому из основных пунктов информации Спасибо за внимание Задавайте вопросы и оставляйте комментарии в отведенном поле ниже Субтитры создавал DimaTorzok